здравствуйте дорогие друзья у нас лето в полном разгаре вот такая красота в саду и цветы сзади у меня розы флоксы лилии цветут в общем это все очень радует и плюс ко всему у нас еще созревает урожай на грядках в теплицах можно это уже все нести на наш стол и радоваться и вкусу и свежим витаминчиком потому что это все непосредственно с грядочки и ни одна витаминин к у нас при хранении не потерялась я вам напомню что мы сели вот такой чудесный салат который называется кучеряш красный вот у меня пакетик то даже разорванный да то есть вы видите что семена я брала отсюда у нас об этом есть сюжет как именно мы сели а я здесь уже выращивают третий урожай первый у нас был в теплице мы сеяли очень рано это уже был об этом по моему рассказ второй раз мы посеяли где-то наверное в июне месяце сейчас точно не помню собрали урожай и вот смотрите это уже третий урожай пошел а потому что растет то очень быстро вот эти листовые салатики они просто вот настолько скороспелы что их можно сеять через каждые две недели у вас конвейер будет такой именно свежей зелени вот смотрите всего-то какой-то квадратный метр даже наверное меньше потому что по ширине здесь грядочка небольшая и вот этого салатика свежего хватит на всю семью и даже гостям останется чтобы с собой взять например когда у вас и гости пришли вот этот салатик нужно есть действительно свежим-свежим сейчас мы его соберем его даже можно сейчас не мыть потому что прошел очень сильный ливень и все здесь тщательно промыл и еще один секретик смотрите дорогие друзья я его не прореживаю он настолько плотно у меня сидит на этой грядке что когда идет дождь нет грязи потому что нет рядом свободной земли и вот не брызгается это земля и листочки очень очень чисты если вы будете прореживать то здесь вот этот салат кучеряш красный он дает такой вот розеточку очень красивую кругленькую плотненькую розеточку мне нравится так и что еще полезного в этом салате в нем содержится антоцианы которые очень полезны для нашего организма и они предотвращают старение организма задерживают это и плюс ко всему если вы будете такие темно окрашенные овощи кушать и вот в частности салатики то это тоже еще профилактика онкологии если мы заговорили о таких темно окрашенных овощах и зелени то надо конечно вспомнить и про базилик вот он у нас ереванский сапфир называется а еще есть ереванский изумруд этого я посеяла поменьше потому что мне бордовый больше нравится и сейчас вы поймете почему мы будем готовить рецепт а такой именно вот из этого темного базилика напитка он всем очень нравится и детям и взрослым и если это какой-то жаркий очень день поставьте в холодильник будет чудо если наоборот холодной погода это просто заменитель глинтвейна вот я уже вас заинтриговала а сейчас мы все эти зеленушечки сорвем с грядки прям непосредственно на ваших глазах отнесем на стол и будем там готовить наши чудесные блюда и салатики и напиток вот посмотрите какая красота это ереванский сапфир то что я вам уже показывала он у меня тоже отрос уже после того как я срезала с него урожай то есть оставались пенечки буквально от них снова выросли боковые побеги и уже успели зацвести второй урожай я буду собирать первый уже засушила в баночке у меня есть сушеный базилик его очень хорошо добавлять и в чай и к различным блюдам вообще очень широкое применение у этого базилика сейчас мы тоже с вами можем также поступить кардинальным образом и срезать весь этот базилик посмотрите какое тут богатство опять же до октября месяца у нас такой же великолепии будет мне кто-то сейчас скажет что нужно вот базилики собирать до того как они зацвели неправда дорогие друзья потому что все пряновкусовые травы тем более лекарственные травы а базилик тоже обладает лекарственными свойствами накапливают больше всего полезных веществ именно в фазу бутонизации и цветения вот большинство кустиков у меня здесь находится в фазе бутонизации отдельные зацвели это значит что всю пользу мы сейчас а соберем засушим и это невероятный будет прелесть на всю зиму посмотрите вот это ереванский изумруд действительно изумрудные листочки красивые ароматные невероятно но сейчас для рецепта нам нужен будет вот этот базилик это ереванский сапфир вот он такой темный прям даже пурпурного цвета и мы его отрезаем смотрите вот достаточно низко вот так мы эти кустики прям ровняем можно оставлять листочки внизу потому что из пазух пойдут новые боковые побеги и у нас отрастет базилик еще разочек вот посмотрите какой великолепный букет ну и вот такой пенечек остался очень очень быстро буквально за пару недель с него снова можно будет срывать молоденькие листочки мы спрятались в тень потому что очень жарко и а вот все у нас уже готово для наших волшебных рецептов потрясающе ароматный базилик сейчас мы будем готовить тот самый напиток о котором я вам говорила здесь нам даже может быть не понадобится ножик просто все можно сделать руками как я говорила прошел очень сильный дождь поэтому даже мыть не нужно базилик у нас растет высоко земля на него не брызгает во время осадков вот просто берем пучочек этих листьев и рвем сразу вот такой графин для этого рецепта не скупитесь на базилик вот много достаточно его можно положить вот таким образом мы его рвем чтобы экстракт был более сильным еще тут немножечко заминаются вот эти листочки это тоже будет хорошо для того чтобы у нас усилился этот аромат если мы просто хотим освежающий напиток то больше кроме базилика ничего сюда не нужно добавлять если мы хотим чтобы этот напиток был у нас похож на глинтвейн то добавляем и душистый перец и гвоздичку и можно еще положить корицу в общем все что положено именно по специям для глинтвейна и теперь заливаем водой вода очень горячая поэтому туда я поставила ложку чтобы у нас графин не лопнул вот наливаем такой почти кипяток почему я назвала наш рецепт волшебным потому что начинаются превращения после того как мы залили базилик вот этой водой очень горячий а базилик начал отдавать свой цвет сначала вода становится голубенькой потом когда все больше и больше этих веществ выходит в воду более насыщенная окраска и вот сейчас там уже такие чернильные даже нотки появляются но все равно дорогие друзья это такой фиолетовый оттенок именно фиолетового цвета дальше начинается снова превращение для вкуса для кислинки мы добавляем сюда лимон лимона нужно положить много вот такие большие долечки которые я вот здесь подготовил уже мы их несколько штук туда помещаем это делается по вкусу кто как любит покислее или может быть не очень кисленьким и раствор у нас становится розовым обязательно проделайте это с детьми им очень понравится чтобы этот напиток был исключительно полезным вот посмотрите какой свежий при свежий мед только что скачанный мне его друг принес вот мы кладем щедро тоже пару ложек уже к этому времени у нас подостыл немножко наш напиток и он уже не изменяют пользу нашего меда вы знаете что мед нельзя класть кипящую воду дорогие друзья уже очень вкусно вот в ложечке у меня такой розовый напиток но а для того чтобы вся польза перешла сюда в этот растворчик конечно нужно дать постоять чтобы все ароматы вся польза базилика были в этом напитке вот чем дольше он стоит тем этот розовый оттенок усиливается он даже такой малиновый становится вот все это очень любит наблюдать дети а уж потом как они пьют всю эту пользу вы не представляете здесь и витамины и польза от меда но и еще просто чудесное настроение следующий рецепт у нас будет салатом он очень быстрый очень полезный и может быть вы и не знаете что можно соединять такие ингредиенты вот посмотрите салатик у нас немножечко подвял ну потому что очень жарко мы его чуть-чуть освежим водички и будем готовить уже с помидоркой и с огурчиком для салата я выбрала вот такие чудесные помидорки которые только что сорвала веточки это полосатые щечки и мы от гавриш тоже сели их вместе с вами вот такой пакетик полосочки здесь видите какие выраженные видны и все замечательно очень вкусный томатик и мы сейчас просто его порежем на кусочки и будет у нас очень очень ароматный салат с помидорками и с огурчиками мы порезали помидорку вот посмотрите это у меня нечаянно оторвалась но она уже вот с розовыми такими разводами она очень очень быстро поспеет просто на подоконнике ну а огурчик у нас тоже от гавриш я сеяла в этом году три сорта посмотрите какой сочный он под ножом даже вот сам буквально разделяется на частички очень тоже ароматные чудесный огурчик и кроме того вот я заметила что очень хорошо хранится в холодильнике лежит без потери тургора просто чудесные огурчики смешиваем огурчики с помидорчиками и дальше мы еще сюда положим салат но а пока мы выдавим сок лимона сюда для вкуса для аромата тоже и смотрите что я делаю вот это у меня горчица в зернах дорогие друзья это готовые такие баночки продаются вот можно ложечку целую сюда положить еще ароматизированное масло масло с запахом но еще я настояла его с орегано видите там веточка такая плавает и вот это масло мы сейчас тоже добавим но и последним у нас пойдет салатик еще я мелко порезала чеснок куда же без него да получится очень остро ароматно и главное полезно и кладем сюда вот чесночок в эту мисочку и наш порезанный очень полезный салатик который имеет такую чуть характерную горчинку потому что там очень много йода а это тоже супер полезная вещь особенно для жителей нижегородской области потому что у нас йода не хватает так что вот дорогие друзья знайте пожалуйста что у себя на участке можно вырастить не только вкусные но еще практически лечебные овощи и зеленушечки вот так размешаем наш салатик он будет очень красивый аппетитный потому что здесь разные компоненты красная помидорка зеленый огурчик такой пурпурный салат ну и еще вот как украшение тут зернышки горчицы и последний штрих дорогие друзья не могу от этого удержаться вот веточка этого изумрудного базилика смотрите какая красота